Добрый день! Это канал Разговор с Богом. Сегодня я расскажу вам про наши тонкие тела. Такой небольшой обзор, что следует, какие тела у нас есть и для чего они нужны. Но в рисунке показано физическое тело. Это тело самое видимое, способное в меньшей степени всего. Единственное, что мы можем с этим телом делать, это, в принципе, работать ногами, руками, движениями. Это видимое тело. Оно нужна нам для того, чтобы жить в мире. Она употребляет пищу, и эта жизненная энергия для этого тела состоит, чтобы прибавлял силы, и мы могли существовать целый день, допустим. Это тело, которое сейчас на рисунке, эфирное тело. Она уже более тонкий слой. Что она дает нам? Эфирное тело возглавляет уже не как поедание еды, употребление еды в организме. Эфирное тело нам служит уже интеллектуальности, вложенный интеллектуал. Мы думаем, и оно помогает нам думать, развиваться. Достигшие это тело, люди начинают уметь, думать и все такое. Это второе, в общем-то, второй этап развития тела. Астральное тело. Астральное тело уже может путешествовать вне пределов нашей возможности. То есть мы можем выходить из нашего обычного физического тела и путешествовать в другие места. Почему нам снятся различные сны, например, где мы не бывали, но нам кажется, что мы уже там были, потому что бывает, что эфирное тело преодолевает миллионы километров. Эфирное тело, ну не миллионы, конечно, тысячами километров преодолевает, за которые мы не можем пешком дойти таким образом. Эфирное тело может, вот, что она, в общем-то, употребляет, что, ну, энергия тоже душ, душевная энергия. Те, кто достиг астрального тела, могут заряжаться с помощью этой энергии. Ментальное тело – это уже высший уровень тела, но самый низший из высших. Чем она отличается, достигший этого тела, мы сможем проявлять различные способности, например, ясновидение, целительство. Ментальное тело, оно нам дает изучение предвидения, ясновидения и также различные способности вне предела физического тела. Вот, это тело питается как раз энергией, то, что мы воспроизводим способности, которые вне предела нашего физического тела. Не понять людям, которые этого не достигли никогда. Далее уже идет духовное тело. Что оно дает? Тут уже душевность. Все о духе мы уже обучены духам. Мы сможем выходить и видеть духов. С помощью этого тела, достигшие этого тела, нам возможно нет преград того, что мы будем разговаривать со всеми умершими. Следующее, космическое тело, здесь мы достигаем самого космоса. Предела космоса уже нам нет границ. Мы выходим за предела космоса, мы питаемся космосом. И достигшие этого тела, мы способны путешествовать, медитируя в любые места, неважно, за пределом космоса, во вразовой личной вселенной, куда захотим, в принципе. Тело нирваны, атмическое тело. По-другому говорится о том, что достигшими вами это атмическое тело, мы сможем соединиться с Божеством. Мы сами становимся Божеством, и частицей Божественности в нас просыпаются полностью. Мы, как входящий Бог. Вот что это значит. И мы решаем, кстати, решаем мы уже с пятого тела. Какого это называется атмическое тело? С того тела мы уже решаем, когда мы уходим из этого мира и ставим свое время. А достигши последнего тела, мы становимся самим частицей Бога и ее пределом возможности невероятнейшие. ранее хошее齡ство underlying есть очень коренных трех расписаться, которые подходит, выше приемом saç с людьми. Рахаю всем. Рахаю вам всем прекрасно.